Друзья, всех приветствую на предпоследней торговой сессии этой недели. Мы снова на финансовых рынках и продолжаем говорить о ключевых фундаментальных событиях, которые влияют на динамику финансовых активов. Не забывайте подписываться на наш канал Амаркетс, оставляйте ваши вопросы в секции с комментариями и не забывайте ставить лайки. Также снова напоминаю, что в описании к этому ролику вы сможете найти ссылку на наш официальный телеграм-канал Амаркетса, где на ежедневной основе мы размещаем большое количество конкретных торговых сигналов, рекомендаций. Вы уже сами решите для себя, стоит им следовать или нет. Также есть посты их общего фундаментального характера, которые помогут вам в принятии долгосрочных решений, если такие вас интересуют. Ну что, сегодня в США день благодарения. Мы заранее настроились на то, что окончание этой недели будет низколиквидным, не сильно волатильным или даже, скажем, совсем вяло. Но посмотрим. Не хочется бегать вперед. Все-таки рынки сейчас не совсем обычные. Очень много новостей, которые обладают долгосрочным эффектом. Поэтому на тонком рынке бывает такое, что даже незначительная новость или старая новость, которая под другим углом разбирается, может привести к мощным движениям. То есть расслабляться, конечно же, не стоит. Но если все-таки посмотреть на историю того, как рынок вел себя в последние годы в день благодарения, конечно же, вероятность того, что сегодня торги будут вялыми, она выше. Что касается наших основных торговых идей, очень хорошо складывается, опять же, общая рыночная ситуация, тенденция, которую мы определили ранее. Сейчас именно развивается в том направлении, которое нам было необходимо. Мы видим локальное снижение европейской валюты, мы видим рост пары доллар-иена, соответственно, восстановление и дальнейшее продолжение бычей динамики американского фондового рынка. Что касается рынка нефти, опять же, сегодня я предлагаю на нем несколько детальнее остановиться, потому что мы видим, что и бренд, и WTI обладают потенциалом для значительных движений. Этот потенциал упирается, опять же, в тот новостной фонд, который имеет место быть сейчас, после того, как США в содружестве с другими странами, тире ключевыми потребителями нефти, такие как Южная Корея, Япония, Индия и Китай, приняли именно решение о скоординированных действиях, которые направлены на продажу стратегических резервов. Эта новость уже не новая, но я сегодня хочу детальнее вам объяснить, почему в целом рынок нефти не отреагировал снижением на факты реализации стратегических резервов, и почему, скорее всего, эта новость уже не приведет к тому, чтобы бренды WTI снижались. И более того, попробую объяснить вам, почему стоит ожидать возвращения на рынок еще большего количества покупателей и, соответственно, продолжения прежней тенденции восстановительного восходящего движения. Если говорить по сути инициативы именно продажи стратегических резервов, то она направлена, конечно же, на сдерживание роста цен на топливо и инфляцию. Это проблемы, с которыми столкнулись все указанные регионы, серьезные проблемы. И собственный рост цен на топливо и инфляцию, конечно же, тормозят мировое экономическое восстановление. Ранее США пытались всеми правдами и неправдами надавить на коалицию ОПЕК, чтобы те стали добывать как можно больше нефти. И это бы логично привело бы к снижению цен на углеводороды. Но все эти призывы США уходили в пустоту, поэтому Байден принял решение действовать. С учетом тех инструментов, которые имеются непосредственно у американской экономики, это возможность введения диалога и возможность продажи стратегических резервов. Сейчас по факту решения известно, что США реализует около 50 миллионов баррелей нефти. В совокупности на прочие страны, которые участвуют в этом скоординированном выбросе на рынок стратегических запасов, они в совокупности еще реализуют от 15 до 20 миллионов. То есть общая цифра будет порядка 70 миллионов баррелей. На самом деле не так уж и трудно посчитать, сколько рынок нефти получит в плане роста предложения на ежесуточной основе. Даже если мы прикинем, что вот эти колоссальные, казалось бы, по именно нормальному отношению к таким цифрам показатели, почти 70 миллионов баррелей, если они будут поставлены на рынок в перспективе 3-4 месяцев, то, соответственно, ежедневно, если опять же рассуждать на перспективу предложения, глобальное предложение нефти вырастет примерно на 300-400 тысяч баррелей в сутки. А теперь давайте вспомним, сколько нефти страны ОПЕК добывают в соответствии с новыми условиями сделки, которая вступила в силу, по сути, в начале этого года. Напомню, что страны ОПЕК плюс согласовали ежемесячное увеличение нефтедобычи на 400 тысяч баррелей в сутки. То есть мы видим, что этот показатель, по сути, компенсирует объемы, которые могут потенциально быть поставлены за счет продажи статистических резервов. Но здесь немножко по-другому надо рассуждать. То есть страны ОПЕК плюс могут ответить на инициативу США посредством пересмотра условий этой сделки и изменению планов по наращиванию нефтедобычи. Например, на следующем заседании ОПЕК, которое состоится 2 декабря, то есть на следующей неделе, участники энергетического пакта могут отказаться от вот этого наращивания добычи на 400 тысяч, и тогда рынок, получается, за счет этих мер и этого действия нейтрализует эти поставки, которые ожидаются со стороны Индии, Южной Кореи, Японии и, собственно, США. В сухом остатке те, кто хотел увидеть снижение цены на нефть, рассчитывали на более масштабные цифры. Например, то, что стратегические резервы будут реализованы в объемах 100-150 миллионов. Но реальные цифры существенно ниже. ОПЕК компенсирует эти потенциальные поставки со стороны ключевых потребителей нефти. И в итоге у рынка нефти, у бренда DWCI вообще нет оснований для того, чтобы развивать ту нисходящую динамику, которую хотелось бы видеть продавцам. Я рекомендую вам это усвоить, опять же, как фундаментальный фон, и от этого отстаивать уже дальнейшие сделки. Мои ожидания по нефти – это возвращение в район 85 долларов за баррель и движение выше. Что касается других активов, индекс доллара – 96,74. Очень много статистики было вчера, и вся она тотально поддержала позиции доллара, потому что данные оказались очень хорошими. Единственное исключение – это заказы на товар длительного пользования. Там было снижение на минус 0,5%. Но первичные заявки, годовые данные по ОВП, личные доходы, личные расходы – все эти показатели превзошли ожидания экспертов. И, конечно же, еще один блок макроэкономических данных повысил вероятность более скорого ужесточения монетарной политики в США, что поддержало позиции доллара. Индекс американской валюты улетел в район 17-месячных максимумов. Я рекомендовал покупать пару доллар-иен, и эта сделка себя очень неплохо отработала. И сейчас мы увидим курс 115.36, допуская, что рост будет продолжен и дальше. Европейская валюта нам была нужна цель 1.12, мы ее сделали, лоу составила 1.1185. Помимо того фона, который связан с ковидом, помимо укрепления доллара, была и плохая статистика, индекс настроений ИФА в деловых кругах, пятый месяц подряд снижение, что является следствием роста количества заболевших. В частности, в Германии две недели подряд фиксируется по 45 тысяч новых случаев заболевания ежедневно, друзья. И, конечно же, на фоне такой динамики неудивительно, что власти Германии допускают возможность введения таких же жестких ограничительных мер, как мы, помним, вступили в силу с этого понедельника в Австрии. Я думаю, что Германия будет следующей, это еще больше ухудшит бизнес настроения и впоследствии перспективы экономического роста. Цель мы сделали, я предлагаю подождать уже следующую неделю, как рынок откроется после возвращения всех на глобальные площадки. В понедельник-вторник будет новая рекомендация, но думаю, что попробуем рискнуть еще больше, поставить на дальнейшее снижение. Пока что можно отдохнуть. Американский фондовый рынок, как и ожидалось, снова вблизи исторических максимумов и вот-вот их обновить. 4 712 пунктов. Наша ближайшая цель 4 800. Друзья, на этом, собственно, все. Большое спасибо за внимание и хорошей торговой сессии. Всем пока. Субтитры создавал DimaTorzok